Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Продолжается спасительное время Великого Поста. Сегодня похвала Пресвятой Богородице. Завтра неделя преподобной Марии Египетской. Это последняя неделя перед страстями Христовыми, то есть перед вербным воскресением. Останется только Страстная Седмица и Светлое Христово Воскресение. Сегодня мы поговорим с вами о чистоте, о целомудрии, о таком забытом понятии, которое сегодня для многих является предметом смеха. Для кого-то это совсем забытое понятие, для кого-то это предмет смеха и веселья, но для христианина, который живет для очищения своей души, для преображения своей жизни, целомудрие занимает очень важное место в его земной жизни. И если человек не приобретет целостности в мыслях, в словах и поступках, то есть каждый человек, христианин, должен правильно мыслить, правильно говорить и правильно поступать. И вот целостное исполнение мысли, слова и дела заключается в том, чтобы каждый из нас через очищение собственного сердца понял, что без чистоты жизни, без искушений, которые каждый человек на своем пути должен преодолевать, сохраняя чистоту своего тела, души и духа, ему этот земной путь для спасения не пройти. Во время Великого Поста мы часто обращаемся к покаянию. И вот примером покаяния может служить для всех нас святая преподобная Мария Египетская. Почему Церковь именно эту неделю перед Страстной посвящает памяти этой Великой Подвижницы Благочестия? Есть такое хорошее четверостишее. Когда душа ожесточением дышит, поклонный человек напрасно бьет и говорит, Господь меня не слышит, молюсь, а что-то не дает. Мы просим много, только не получим, поскольку просим мы не для добра. Мы всех вокруг любви и веры учим. А сами те же, что позавчера. Очень важно нам измениться, стать другими людьми, стать лучше. Не такими, которыми мы были позавчера или вчера. Мы должны увидеть свою порочную, поврежденную жизнь, свои страсти, вожделения, похоти, свое желание жить в угоду плоти. Вот если человек увидит, что все то, чем он дорожил, то, к чему стремился, не является целью его жизни, а перед ним открывается небо, Христос, который победил смертью смерть и даровал верующим в него жизнь вечную, человек начинает потихонечку задумываться, а так ли я живу, а для чего я живу, а может быть, что-то в этой жизни надо поменять. И вот тогда пример Марии Египетской является для него удивительным шагом на пути ко спасению. Мария Египетская родилась в середине V века и жила в Александрии. До 12 лет она пребывала в родительском доме, а потом, как свидетельствует ее житие, она ушла из дома, потому что почувствовала в своем подростковом уже возрасте красоту своего тела, стройность фигуры, увидела симпатию, взгляд не только своих сверстников, но и взрослых мужчин, и пошла не просто в мир, пошла в мир греха и распутства. Мария предалась такой постыдной, блудной страсти, что с 12 лет она поступила в дом прелюбодеяния и содержительствовала с таким количеством мужчин, о которых, как она потом скажет старцу Зосиму, страшно и вспомнить. 17 лет она провела в доме терпимости. Она не просто зарабатывала деньги, она с неистовством пускалась в эти тяжкие страсти блуда. А затем, увидев, как некое количество людей, молодых мужчин, отправляются на пристань, она поинтересовалась, куда идут эти молодые люди. И узнав о том, что они отправляются в Иерусалим, она решила вместе с ними отправиться в это плавание на корабле. И больше того, не желая взять с собой даже денег, зная, что ее ремесло пропитает ее, она отправляется с ними в дальнее путешествие. И больше того, блудодействует с мужчинами на корабле, но вот когда она пребывает во Святой Град в Иерусалим, куда пребывали паломники для поклонения честному кресту, то вместе со всеми, входя в храм, она почувствовала некую сильную руку, некое сильное противление, которое не впустило ее в храм со всеми входящими в него. Она подумала, что это произошло по ее, может быть, женской слабости. Она попробовала еще раз, еще, но некая невидимая сила не впускала ее в Церковь Божию. И вот тогда, сквозь открытые врата храма, она увидела икону Пресвятой Богородицы и возмолилась. Пресвятая Богородица, если ты благословишь, и я смогу переступить порог храма, я никогда больше не возвращусь в ту позорную, страшную, срамную жизнь, которой жила все эти 17 лет. И потом, сделав несколько движений вперед, она смогла беспрепятственно войти в храм, поклониться честному древу креста Господню. И после этого, изменив всю свою жизнь, она уже не возвратилась в Александрию, а ушла туда, куда незримый голос Пресвятой Богородицы возвестил ей, иди в египетскую пустыню, и там обрящешь мир. Она действительно уходит в далекую пустыню. В 17 лет она проводит в борении со своими страстями, со своими пороками. Она, как потом описывает ее жизнь, старец Зосима, который пришел к ней на склоне ее лет. Боролась со страстями, она вспоминала музыку, вспоминала мужчин, вспоминала вкусные явства, вина, в котором она буквально утопала от удовольствия, плотских наслаждений. И все же она боролась с этими похотливыми воспоминаниями и впечатлениями. И вот так, проведя в борении, в пустыне 17 лет, она почувствовала, как после такого же количества лет, которым она работала греху, а теперь поработала Господу, она ощутила некое умиротворение. Такое спокойствие в душе, что еще 30 лет, проведя в пустыне, она приобретает святость. И когда старец Зосима пришел к ней, по обычаю монастырскому, в палестинском монастыре был обычай, великим постом после первого воскресенья расходиться на духовные подвиги всем монашествующим, и лишь к вербному воскресенью, к страстной седмице, снова возвращаться в монастырь, причем не рассказывая о подвигах друг друга. И вот старец Зосима, который отправился на эти подвиги в пустыню Египта, увидел эту уже испепеленную солнцем и погодными условиями женщину, и в разговоре с ней узнает о том, что она не только приобретает благодать Господа, не только умеет цитировать Писание, а его она не изучала, но и во время молитвы, о которой попросил ее старец Зосима, она на локоть вознеслась от земли. Больше того, она узнает в пришедшем неизвестном монахе священника и называет его Иреем. Она называет его по имени Зосима, что еще больше повергает в изумление старца, который увидел пред собой великую святую, и расспросив, в чем смысл, святость ее жизни, «Почему Бог так наградил тебя такими дарами благодати?» И она, рассказав ему свою греховную жизнь, рассказала о том милосердии Богом, с которым Господь прощает грешников, который пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Мария Египетская отходит ко Господу. Больше того, когда старец Зосима вновь пришел для того, чтобы увидеть эту великую подвижницу, он обрел ее уже мертвой. Она оставила свое имя, написав его рядом с местом, где она провела свой последний день и после причастия предала душу Господу. И вот даже вырыть могилу в этих пустынных местах была большой проблемой. Подошел лев, и, испугавшись старец Зосима, помолившись Богу, и спросил помощи у этого животного. По повелению святого подвижника, старца Зосимы, в присутствии приставшейся Марии Египетской, с передними лапами изрывает ей могилу, и старец Зосима с положенными псалмами погребает ее блаженное тело. Эту историю передавали монахи палестинского монастыря, а описал ее иерусалимский патриарх Сафроний. Больше того, Андрей Критский, покаянный канон которого мы читаем Великим постом, он привез покаянный канон и описание жития Марии Египетской на Шестой Вселенский Собор в 680 году. И с тех пор Святая Церковь посвящает неделю перед страстями Христовыми именно этому рубежу Великого Поста, не просто обращая внимание на то, что мы едим или того, от чего мы воздерживаемся, а на самое главное, на пример покаяния, что у Бога нет такого греха, что бы не простил наш Господь, кроме греха нераскаянного. И вот огромное количество беззаконий, которые пережила Мария Египетская, некогда блудница, а теперь мы обращаемся к ней с молитвами, преподобная Матя Мария, моли Бога о нас. Еще одно свидетельство того, что Бог пришел спасать в этот мир неправедников, а таких, как мы, грешников, призвать к покаянию. И наша задача сегодня увидеть свою греховную жизнь, возненавидеть ее, как возненавидела преподобная Мария Египетская, и возлюбить Христа, эту чистоту, целомудрие, возлюбить Пресвятую Деву Богородицу, которая указала этой нечистой женщине в святой и освящающий путь. Она указала на пример умиротворения. Кто-то скажет, может быть, и нам удалиться в пустыне и проводить время в покаянии. Нет, Церковь не требует от нас удаления в пустыню Египта. Мы должны обратиться в пустыню собственного сердца. Мы должны исправить свои внутренние похотливые вожделения, блудные помыслы, блудные желания, слова, взгляды. Мы должны измениться, мы должны стать целомудренными, так как зовет к этому наш целомудренный, чистый, девственный Христос. Так как призывает к этому нас Пресвятая Чистая Дева, которая вознесена за свою чистоту до таких высот, через которую с небес, с высот Вселенной опустился сам Бог и стал человеком, презрев на чистоту и смирение той, которую превознес Господь честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. И наша с вами задача, дорогие братья и сестры, оставшее время поста провести с пользой, провести для себя с целью исправиться, с целью не учить других любить и верить, а для того, чтобы научиться верить, любить, терпеть и прощать, собственным примером, показать целомудренную свою жизнь, так, как и призывает нас Святая Православная Церковь. Дорогие братья и сестры, в последние оставшиеся дни в Святой Четверидесятнице последуем примеру нашей Матери Русской Православной Церкви и постараемся исповедать грехи свои, постараемся исправить свою греховную жизнь, чтобы встретить светлое Христово Воскресение в чистоте души и тела, впереди Чистый Четверг. Для кого-то это просто день, когда люди купаются. Как-то выступая перед одной аудиторией, я спросил у профессорско-преподавательского состава, скажите, пожалуйста, вот завтра Чистый Четверг, что нужно делать? И все как один сказали, купаться, ну, конечно, это праздник мыла и шампуня. На Руси Чистый Четверг был не только временем приготовления своих окон, квартиры, домов, чистое состояние. Это был прежде всего день, когда мы очищали свою совесть, свою душу от грехов, пороков, страстей, вожделений и всевозможных падений. Вот дай Господи нам до Великого Четверга, в оставшиеся дни, до Пасхи, очистить свою душу, дом своего сердца. И тогда, осветив и очистив...